Всем привет! Продолжаем играть в Stalker FM. Выжить, выполнить обещания. Это всё понятно. Я помню, что нам надо возвращаться на свалку. А куда именно, не помню. Ну ладно, в любом случае, точно идти на свалку. Всё обыскал, всё сделал. И вроде как на этой локации никаких заданий у нас больше с вами нет. Хороший такой набор снаряжения. А может с этой пострелять? Не, патронов нет. Ладно, поехали. О, опять ты. Снова, а не опять. А ты опять шум поднимаешь. Сказали, затаись на агропроме. А ты? Бандитов пострелял, военных взбаламутил. Обидно. Весь посидел в X-18. Проделал работу трёх наёмников. А вместо денег? Слушай сюда. Меня послал Сидорович. Снова. На ПДА слать сообщение опасно. Те, кто ищут тебя уже здесь, на свалке, идут на агропром. Поскольку оттуда пришли слухи о тебе. Сидорович велел тебе отправиться на Интарь в бункер Сахарова. Чтобы попасть на Интарь, мне надо пройти через заставу долга и попасть в бар. Но как? Думаю, если ты наденешь комбез долга, то вопросов не возникнет. Они примут тебя за своего. Где же его взять? Неподалеку есть стоянка бандюков. У них имеется такой комбез. Кто-то из долговцев приторговывает имуществом. Если хочешь, могу скрытой тропой провести к ним, с тыла. Перебьёшь их, комбез долга твой. Согласен? Нет, так не пойдёт. Опять бандиты, стрельба. И зато получу комбез, которым семь человек померло. Нет, лучше обращусь к дядке из дупла. Он мне приятель. Что-нибудь подскажет. Ну, кстати. Давай, наверное, выберем этот вариант. Наверное. Кстати, надо было бы капчик сделать. Ладно, автосейф есть. В общем, мне кажется, что это неплохой вариант. Типа, я помог дядьке из дупла. Помог одному из его товарищей. И, наверное, в целом мне могут выделить комбез. Но и опять же, пользуясь правилами... Например, есть правило мода ЖКана. Если можно не стрелять, то лучше не стрелять. Потому что в будущем ты можешь повзаимодействовать с этими ребятами, бандитами. Тут, может, и не так. Но просто прийти, всех замочить, забрать комбез, это примитивно. А тут какой-то квестик будет. Опять этот гитарист. Мне в бар надо попасть. Да долговцы не пускают. Раньше долговцы уважали дядьку из дупла. Раньше они ко мне ходоков присылали с просьбами. Водку в долг брали. Поэтому, наверное, и включат долговцы. А теперь мои просьбы для них пустой звук. Но дядька из дупла без них обойдется. Дам тебе координаты тайника в колодце промканализации. Да непростого. В нем только противогаз лежит с коробкой БКФ. Он защитит тебя от болотного газа в ходах канализации. А ход выведет тебя в бар. Если не трудно, передай бармену мое предложение. Купите у меня список должников за 70%. Точно выведет. Мы же друзья. А друзей не подставляют. Иди смело. До встречи. Авоська в люке это кто? Таинчок, дядьки из дупла. Ну и там же авоська в люке. Ладно, погнали. Помню уже в следующей части мода между небом и землей. Тут можно было куда-то вот в один из этих люков спуститься. Вот тот самый люк. Плотики, привет. Подбираю противогаз и скрипт срабатывает на переброс. Спасибо. Я кто? В улице в каком-то закутке. Но это у нас бар. Вернее, за пределами бара. Я находился. Переходим вот у стекла. Не иначе как платформа 9,75 из одного фильма. Отправиться на интерь бункер Сахарова. То есть я могу тут всех проигнорировать? Нет, не могу. Меня же попросили прям зайти к бармену. Дядька из дупла. Бармен, подойди, пожалуйста. Как-то он особо не торопится. Он на меня обиделся, что ли? Вообще не подходит. Опа. Я осведомитель. Торгую информацией в зоне. Продаю важные сведения, покупая чертежи. Это мы знаем. Скажи, приятель, не ты ли предлагал мне на кордоне настойку пустырника с радара? Цена ответа 100 рублей. Держи. А поле дураков. И ты, видимо, считаешь, что я оттуда родом. Считают математики, а я осведомитель. Берешь, цена 2000. Можешь хорошо заработать. А давай. За территорией бара есть огромное поле, не отмеченное на картах. В том поле сидит странный сталкер, который щедро одаривает редкими артефактами того, кто помогает ему. Как туда попасть? Это уж другая информация. Стоит 500. Что-то дешево. Потому что я только подскажу того, кто владеет той информацией. Зарабатываются денежки тяжко, а тратится легко. Может скинешь, нет? Эх, вот твои 500. Найди сталкера по кличке Босяк. Он здесь, на территории бара. Смотри какой. А там где-то что-то заработать можно будет. Слышал о сталкере, отправляющем на смерть сталкеров? Только что от тебя услышал. Выходит, слышал. А что? А то, что облика его, никто не знает. Может это я, а может ты. Я никого не отправлял на смерть. Так что выводы делай сам. Слышал о клондайке? Артефактов? Я говорю о том чудовище, что живет не то в Рыжеблесу, не то в складах. Его прозвище Клондайк. Я в тех краях не бываю и не интересуюсь ими. Лысый. Эх, хлопец, хочешь на Лысого поработать? А кто это? Гляди сюда. Снимаю капюшон и... Так это ты, мистер Бильярдный Шар. Хочешь на меня поработать? А что надо сделать? Передать посылку Сахарову на янтарь. Я слышал, что через дикую территорию не пройдешь. Так слабаки говорят. Настоящие мужики проходят везде. Берешься? Давай. Но если будут проблемы на дикой территории, верну обратно. Передай Сахарову, что он дурак. А посылка? Это и есть посылка. Из-за нее Сахаров заплатит тебе тысячу. Сомневаюсь в твоих словах. Дело, конечно, несложное. Если буду на янтаре, передам. Не сомневаюсь. Необычная просьба. Ну и прикол. Передать Сахарову, что он дурак. Скорее всего, какой-то зашифрованный код. Чего приуныл, служивый? Тебе не понять. Ты не долговец. Согласен. Выручу, брат. Знаю, сам виноват. Но помоги. В чем твоя вина? Договорились с приятелем идти на склады. Я взялся закупить запасы. Ну и с этим долговцем за соседним столом нажрались. Деньги все я окончил. А приятель заглянул в бар, увидел такое дело и пообещал убить. И убьет, я его знаю. Заплати ему мой долг. Пять сотен всего. А я тебе такой артефакт выкачу. Артефакт за пятьсот? Наверное, морковка? Нет, ему цена не обозначена. Потому как представляет ценность для специалистов. А простому сталкеру покажется странным. Да что же это такое? Только не смейте. Моча контролера. Достать ее большая проблема. Потому что легче убить контролера, чем добыть его мочу. Надо в засаде сидеть. Да еще угадать, чтобы он в какую-нибудь тару помочился. Но мне повезло. Контролер справил нужду на старый запорожец. А я собрал. Хотел аптекулю продать. Да теперь не до того. Так переговоришь с моим приятелем? Отвали, моченосец. А не свою ли ты мочу мне хочешь подсутать? Испугался приятеля, а теперь байки рассказываешь? Ты что? Мочу контролера ни с чем не спутаешь. Вот она. Убери, вырвет. Голова закружилась. Это еще она в банке из-под энергетика в двух пакетах. Если собирать беззащитных средств, можно в уме повредиться. Так, переговоришь с приятелем? Он возле аптекаря ждет. Переговорю, только убери банку. Мне все равно надо на свежий воздух. Так, а бармен-то будет со мной говорить? Что-то он вообще не разговорчивый. Может сохраниться перезагрузиться? Ооо. Привет, бармен. Привет, сталкер. Подходи, поговорим. В каких краях был? В рыбных. Значит, рыбак? Да, меня так и кличут. И ты можешь так звать. Бармен, а где у тебя список, куда вносит желающих отправиться на радар? Там рыбаке не требуется. Зря. Я мог бы пригодиться. Информация есть кое-какая. С информацией обращайся к осведомителю. В углу за стойкой стоит. Спасибо за подсказку. Теперь к делу. У меня есть информация для тебя. Дядька из дупла, знаешь? А он еще жив? Неделю назад я разговаривал с ним, как с живым. Он просил передать тебе предложение. Купи список его должников за 70%. Ответ можешь передать со мной. Завтра пойду на свалку. Во-первых, на свалку-то завтра не попадешь. Проход закрыт туда и оттуда. До тех пор, пока не поймают одного сталкера. Во-вторых, у меня достаточно людей, чтобы передать ответ кому угодно и куда угодно. В-третьих, почему я должен верить тебе? Да мы с дядькой из дупла, вот такие друзья. Ты поменьше руками разводи. Не на рыбалке. Если бы друзья, то он тебе список читал, наверное. Кто у него главный должник? Эээ, дай вспомнись. Сидорович? Верно. Он и у меня первый в списке. Ладно, погуляй, отдохни чуток. Обязательно загляни к аптеку. Мы к нему всех желающих идти на радар отправляем. А я подумаю. Ну, в общем и целом понятен набор того, что мне нужно сделать. Наверное, действительно пошли к аптеку первым делом. Там и другалек должен быть нашего охотника. И, собственно, просто поговорить о радаре. Что слышно? Никто не может пробиться через радар. Монстры не дают. А ведь экипировались классно. И стрелки добрые. Никто не прошел. Интересно. А я тебе денег принес. Попросил один товарищ в баре. Похоже, он тебя боится. Вот твои 500. Вот заяц. Ладно, передай ему, чтобы больше мне не попадался. С большим удовольствием передам. Ну, вообще, конечно, странно. За 500 рублей он его замочить хотел. Я понимаю, там 50 тысяч. Ну, 500. Следующий. Привет, аптекарь. Привет. Какие жалобы? Жизнь тяжелая. Понятно. Раскрой рот. Вот это гланды. Это жабра, а не гланды. Практически здоров. Патологий нет. Годен. Следующий. Зачем бармен меня направил к тебе? Ко мне присылают всех, кто желает отправиться в экспедицию на радар. Ни один человек в здравом рассудке туда не пойдет. Ты, видимо, хотел туда отправиться? Не советую. Лучше на меня поработай. И науку. А что делать? Необходимо отобрать мочу у контролера. Когда встречаешь контролера, уже не до чужой мочи. Весь в своей, вопреки желанию. Извини, нет. Так, подожди. Моча у меня сейчас будет. Вот это квесты на сталки, ребят. Моча контролера. Жду квест на... Извиняюсь. Дерьмо плоти. Нет, я правда жду. Это не сарказм. Мне кажется, что-то интересное может получиться. Хватит сквылить. Ну что, заплатил? Заплатил. Спасибо тебе, брат. Я не забуду, как ты мне помог. Вот твоя моча. Вернее, контролера. Я ее еще лучше упаковал. А то бармен меня едва не выкинул из бара. Теперь не так пахнет, кажется. Ну и запах. Ну что, ее можно выпить, например? Моча контролера. Дурнопахнущая банка, обмотанная полиэтиленовыми. Можно выпить? Так, ну это на улице надо сделать. А ну-ка. А, ничего не происходит. Опа. С десятого раза выпил. И теперь я как будто под водкой. Ну что, это у моча контролера. Верешь. Нюхай. Эх, хороша. Тьфу. Брат, ты брат? Продай для научных целей. Дам пять. Однако, честно предупреждаю. Сахаров даст в три раза больше. Другой вариант. Достань артефакт, пленку. А я сбацываю тебе амулет свой в доску. Ни один контролер тебя не навредит. Сахаров даст пятнадцать, надо подумать. Ну, мне кажется, тут уже проверка на корысть какую-то, что ли. На меркантильность. То есть, я такой, нет, пошел ты. Другой вариант. Достань артефакт, пленку. Я сбацываю тебе амулет. Могу своей добавить. Науку тебя долгу. Подожди, так я ему должен просто пленку теперь принести? Почему еще контролера можно выкупить обратно за ноль? Но лучше так не делать. Мало ли что, не сломается. Скрипты какие-то. Так, ну ладно. Достань пленку, сделаю тебе амулет от контролеров. Ну, звучит. Следующее, что я должен сделать, найти тут какого-то мужика. Забыл уже его имя. Ну, тут есть какой-то еще мужичок. Давай с ним поговорим. Торговец оружием, что ли? Лужу упаяю, котелки починяю. Братан, ты-то мне и нужен. Что-нибудь починить? Отремонтировать? Предупреждаю, это не дешевая работа. Чем больше износ, тем дороже. Какой кайф. Дай бог здоровья разраву за то, что он добавил чинителя. Это прям здорово. Стволы чиним. И абаканчик сразу можно починить. Чиним все, что можно починить. Ну, остальное не очень вижу смысла чинить. Тут как бы ладно. Так, кто там где? Зубива... Нет, зубива это вот этот. Доставатель. Туда-сюда. А этого мужика и нет. Не помню, короче, кто мне нужен. Поэтому надо искать историю. Правда, тут попробуй найти аптекарь последний. Да. Босяк, вот он. Угу. Ты босяк. Это доставатель. Подходи, дружище. Я всегда рад общению. Взаимовыгодному. А ты кто? Доставатель? Достаю что угодно. Хоть черта высова. И откуда угодно. Хоть из-под земли. Спасибо. Черта не надо. Тогда, может, бесенята устроят? Нет настроения. Первый раз бесплатно. Слушай. Неплохо. Что еще можешь предложить? Денег надо? 500 тысяч. За что? Ухо ближе придвинь. Убрать воронину. Всего-то. И бросай зону. Иди ты. Хорошо, просто 500 рублей. Застрелить тушкана. У Сидоровича в бункере. У Сидоровича в бункере? Там нет тушканов. Тогда и 500 и нет. Что можешь предложить? Ну и тут все, что хочешь. Как я понимаю, более редкие предметы снаряжения. Но мне пока вроде бы ничего не нужно. Ты босяк? Да. Ты водишь на поле дураков. А ты дурак. Люблю догадливых. И я таких люблю. Полночь здесь же. Я отведу тебя. Захвати тысячи. Договорились. Опа, и все. Так, ну. В полночь. Время только 7.58. То есть до полночи еще долго. Но делать нечего. Я считаю, нужно все-таки промотать. Сарни говорить не очень. Не вижу смысла. На арене не хочу участвовать. Да, поспим. Так, полночь. Дождь, я теперь маленький. А, все нормально. Я думал, долгий сон превратил меня в карлика. Деньги взял? Да. Да. Держи. Буду ждать твоего возвращения на этом месте. Договорились. Ладно, подожди. А мне как попасть? А вот, Буратино. Погнали к Буратино. Не понял, выброс. Какие-то звуки страшные. Еще и гавкает кто-то. Здорово. Че смеешься? Кого не ждал, того не ждал. Мы где-то встречались, приятель? Прикидываешься или память ошибла? Второе. Три телепорта на лужайке. Три телепорта на лужайке? Откуда ты знаешь про это? Я там был и видел. Врешь. Кроме нас там не было никого. Насколько я помню, вам некогда было глядеть по сторонам. Я спасался на крыше конвейера. И спасся. Но ты же не за воспоминаниями пришел. По крайней мере, я не собираюсь вспоминать кошмары. На крыше конвейера? Мы не смогли на нее забраться. Ты... Я не за этим пришел. Тогда играем. Во что? В кладоискателей. Поле, что внизу, содержит в себе скопление артефактов. Предположительно, они там зарождаются. Поле покрыто силовыми линиями. Вероятно, это как-то связано с формированием артефактов. Человек, бродящий по этому полю, нарушает решетку силовых линий. И там, где есть скопление артефактов, он ощущает воздействие, которое выражается как люк. Потери сознания, видение. Даже перемещение в другое место. Это является признаком того, что артефакты возле поверхности. И зачем тебе я? Иди, собирай артефакты. Человек, испытавший глюк, не помнит места, где пережил его. А я, наблюдая за тобой, отмечу его. Сниму слой грунта и достану артефакты. Дважды глюк не происходит. Согласен искать? Давай, начинай. Наверное, стоит все-таки это сделать. Где-то вон там. ПНБшки нет, к сожалению. Опа, страшилка. Меня откинуло жестко. Интересно, тут какая-то последовательность нужна? Пройти по определенным местам. Или можно так? На рандом бегать. Не понял, а дальше что? Хотя, может, это все глюки были, можно уже возвращаться? Ничего себе, вот это глюк. В лес унесло, представляешь? Я предупреждал. Какой результат моего глюка? Глюк был мощным. Согласен. Результат такой же. Ты нашел большое скопление артефактов. Делим пополам, как уговаривались. Вот твоя доля. Вот это глюк. Слушай, если ты был там, на радаре, может, скажешь, как я выбрался оттуда? Тебя спас повелитель радара. Мутанты уже начали кушать тебя, когда он остановил их и бросил тебя в телепорт. Видимо, тебя куда-то унесло. Все, что я помню, очнулся на складах. Наверное, телепорт вынес туда. Но для чего он сделал это? Его и спроси. До встречи. Ммм, странная мутная история какая-то. Ну, слушайте, вроде у этого мода никаких предысторий еще дополнительных в виде модов. Нет. Поэтому я не думаю, что что-то пропустил и так далее. В любом случае, опять же, это предыстория модификации между небом и землей. На моем канале есть прохождение, но не рекомендую сейчас идти смотреть тот мод, потому что, ну, сначала логичнее это досмотреть, и тот уже. Также не забывайте, что ссылка на плейлист для вашего удобства есть в описании с прохождением этого мода. Я думаю, что происходит. Кстати, на мини-карте рожится. Опа, труп. Два трупа. Да, ссылка на плейлист в описании. Два бандита. Венем помазок. Последнее сообщение. Сегодня ночью ждем в условленном месте. Так, второй что? Ничего. Б. Кто такой Б? Буратино? Прокоп. Осторожней, сталкер. ГПТа засаду устроила. Едва уцелел. На кого засаду? Не знаю. Но поджидали с той стороны, откуда ты подошел. Я едва показался, как по мне начали стрелять. Обычно ждут, когда подойдешь ближе, чтобы точно распознать. Но в этот раз знали, кто должен идти. Да обознались. Я никогда не расслабляюсь в походе. Два их положил, третий ушел. Я договаривался с одним сталкером о встрече здесь. Значит, тебя поджидали. Обыщи убитых, я прикрою. Блин. Вот, наверное, только сейчас надо было его обыскивать. Давай. Сделаем вот так вот. ПДА. Последняя запись. Сегодня ночью ждем в условленном месте. Б. Б? Кто бы это мог быть? Как звали сталкера, который должен был тебя здесь встретить? Босяк. Босяк. Тот, что водит на поле дураков. Теперь понятно, почему люди редко возвращаются оттуда. Вот разгадали одну из загадок зоны. Надо сообщить народу и прищучить босика. Идем в бар. Я знаю, лаз неподалеку. Идем. Вот так вот. На сталкеров, значит, засада устраивает. Кстати, пленочку можем пойти сразу преобразовать. Надеюсь, что можно это сделать. А не сначала надо было поле дураков посетить. И потом только приходить по поводу мочи контролера общаться. Да ладно! Ну серьезно, что ли? Нельзя. То есть, видимо, сначала тут такой... А, вот, смотри, заново диалог. Кажется, при таком запахе никто не захочет меня вредить. Вот пленка, давай амулет. О, вот как. Все-таки, ну, разраб предусмотрел. Даже без... Наверное, поэтому он и сделал бесплатно мочу обратно выкупить. У меня, кстати, почти такая же баночка на столе сейчас. Такая уже пустая. Но там была не моча контролера. Как там в рецепте? Свернуть пленку конвертом, влить мочу, упаковать в банку. Держи. Я не должен тебе за работу? Должен, конечно. Дать отчет об эффективности амулета. Мне или Сахарову. Механизм действия амулета пока недостаточно изучен. Предполагается, что это связано с трансгендерными мутациями стволовых клеток. И ярко выраженным облитерирующим эндертеритом. Если я выживу после встречи с контролером, дам отчет. Хух, так, а что у нас там? Не понял, а где амулет? Амулета-то нет. Или он типа просто дается тебе как бы по факту? Скорее всего так оно и есть. Да, любой слепой. Ну не, нет амулета. Хотя, вот он. Все, ясно. Он просто имеет вот такой вид. Амулет свой в доску. Механизм действия амулета пока недостаточно изучен. Хотя уверяют, что он защитит от контролера. Предполагается, что это связано с трансгендерными мутациями. Ага, понятно, это мы знаем. Ну, надеваем тогда. Пусть будет. Выглядит он, конечно. Да. Так, ну в общем-то все. Хотя не все. Можно с тем мужиком поговорить. Наверное, вопрос по босику решить окончательно. Не, этого мужичка тут нет. Как дела? Осталось руки отмыть. А то бармен рукается. Не, здорово то, что так проработали даже такие мелкие диалоги. То есть не факт, что кто-то к нему еще подойдет. Но диалог есть на этот случай. Только я теперь на перегрузе маленько. Пистолет выбросить нормально. Нету ни прокопа, который меня спас от засады. Не самого Барбоса, или как его там звали, забыл уже. Босяк, да. Его тоже нет. Ну, соответственно, что остается? Этимый интарь. Только поспим до утра, пожалуй. Хотя у меня аптечек нет. Как будто неплохо было бы закупиться всем этим добром. 5.30. Нормально, поехали. Сейчас пойдет реальная пьянка. Стандартные наемники. Всех кладем и проходим дальше. Кто? Сзади, что ли, долго? Нет, самую стену. В бок куда-то стреляет. Еще себе сзади заспавнился наемник. И шел мне в спину. Это что придумали? Ты кто вообще? Чего? Санюк по дешах с РПГ? Он должен был мне в спину шмальнуть? Ну, придумали. Экзоскелетники какие-то. Ну и ну, понапихали. Наверное, уж РПГ подбирать не буду. Не то, чтобы оно мне очень нужно было. Но так, конечно, забавно за всем этим понаблюдать. Нам надо слюду. Или не очень? Как будто можно взять, раз лежит. Что творится? Сюда РПГ. С РПГшки быстрее. Вы видели? Они простреливали контейнер. Мужики, а сзади. Так, остался волкодав последний. Все. Сейф в доме. Кстати, топовый тайник. Там должна быть сила. Только сейчас важно не перезагрузиться ни разу. Иначе сила пропадет. Сейф в доме разве не зомбарей падает? Вместо Круглова повесили. Этого гада. Да, больше никого нет. Сходим вниз, наверное, тогда. Большой Бен заберем. Хотя, опять же, на таком перегрузе. Но я эти все артефакты, большую часть из них, продам Сахарову. По неплохой цене. Так, тут нас кто? Босяк? О, а что он тут делает? Ну все, смерть. Тут, пожалуй, лучше снять арты на выносливость. И поставить арты на электрошок. Кстати, в оригинале тут, по-моему, тоже стоит аномалия электрическая. Ну что, босяк? Попался? А ты как здесь очутился? Гулял. Слышу, стреляют. Тоже пострелял. Славно так. Еще и патроны остались. Думаю, куда их потратить? На кого, то есть? Как ты выбрался с поля дураков? Был бы дурак, не выбрался. Но в том и шутка. Побывав на поле дураков, умнеешь. Мне пришлось тогда свинтить. Гопота подкатила. Хотел тебя предупредить, да, видимо, разминулись. Зато теперь встретились. Разве не здорово? Да, да, замечательно. Значит, это ты распустил слух, что я поставляю гопоти дураков. Слух? Да у тебя со слухом что-то. Это не слух. Так и есть в самом деле. Я нашел ПДА у одного из братков. А в нем твое послание. Где ждать и когда? Мало ли кто кому чего сообщает. Моего имени там не было. Значит, и трепать его не надо. Я свою часть уговора выполнил. Отвел тебя на поле. А ты меня очернил. И сейчас я не могу в баре показываться. А ты покажись. Узнаешь много интересного. Самое интересное мне известно. Ищут тебя. Стоит мне только подать сигналы. Ребята в сером камуфляже придут за тобой. Поэтому давай разойдемся, как в море корабли. Каждый своим путем. Чтобы толковать о кораблях, надо во флоте послужить. Я не стал продавать ПДА гопник осведомителю. Пускай ПДА найдут при себе с моим комментарием. Но, по-моему, это уже война. А первый вариант... А я там служил. На Тихоокеанском. Надо же, как все складывается. Опозорил ты флот. А, понятно. ПДА, последнее сообщение. Все вещички в конторе. В сейфе. Сейф в доме. Как, е-мое. Я только что этот тайник получал. Не понял прикола. Ну, в общем, тот ПДА найдут при себе. Подожди, не стреляй. Давай договоримся. Я готов компенсировать неприятности. Купить у тебя ПДА за десятку. И забудем. И то верно. Подозрения, не доказательства. Давай разойдемся мирно. Ага. Но опять же, я считаю, что... Уроды, блин. Слышь, от меня не уйдешь. А, вы поняли? То есть, сейчас у меня не было ПДА, и я не смог ему второй этот вариант выбрать. То есть, все-таки, если я этот ПДА продаю информатору, то мы не расходимся. А так можно разойтись. Ну, блин, не знаю. Ладно, давай разойдемся. По-мирному. Обреза даже нет. А, так он врагом опять стал. Так мы же разошлись. Одиночка, я стал врагом. В чем прикол? Не, ну нам лучше разойтись, однозначно. А почему он для меня врагом становится-то? В чем прикол? Я что, типа, становлюсь бандитом? Данные. Группа бандит. А за что я бандитом стал? Это для меня теперь наемник другом стал. А мне это как-то помогает? Подозреваю, что так не нужно делать. Но просто этот вариант... Я его не убиваю. А тут, получается, его убить, что ли, надо? Опа, теперь эти стали... What? Что происходит? Да, перебьем их. Ой, тут тоже РПГ было. Ну, разраб, перевооружил тут всех. Не, ну хорошо. Значит, я остановился на пару минут бандитом почему-то вдруг. Я не понимаю, почему. Хотя я вроде с ним мирно разошелся. Короче, давай, наверное, выкинем эту МП-5. Она меня перегружает. А по факту... Что с ним делать? Продам за копейки. Пойдем тогда залезем в дом. Смотрите, другой вариант был его убить. Просто. Опять же, насколько я помню из мода Между небом и землей, который является продолжением этого мода, Босяк жив. То есть, по лору, мода я явно должен в живых оставить. Как оно правильнее, без понятия. Ну, понятно. Это база, как говорится. Ну, да, вот баг. Оригинальный баг. ТЧ туда-сюда. Но, ребят, у меня вот в оригинальном Тень Чернобыля этот баг, если и бывает, ну, крайне редко. Тут же такой баг по КД. То есть, тут явно что-то сделано. Может, это именно потому, что версия 1.0.0.4. И именно в ней этот баг очень обострен. Но вот, блин, в оригинале у меня не то, чтобы часто-то и не киломались. Даже, можно сказать, редко. Ну, ладно, пропустил и пропустил. Кстати, смотрите, как свет бликует. Отражается в окнах. Неплохо. Не, ну, с другой стороны, интересно, конечно, все-таки посмотреть, что будет с этой Буратино замочить и подобрать его КПК. Ой, не Буратино, а Босика. Давай атаки поступим, пожалуй. Если он не исчез. К сожалению, я глупанул и не сделал отдельный сейф. Скорее всего, он мог нафиг исчезнуть. Хотя тут два трупа. Он что, в аномалии сдох? Не-не-не, это другой труп. Пожили, он сам по себе помер. А! Он помер в аномалии. Ну, слушайте, тут я уже не виноват. Так, кстати, может быть, поэтому и я стал обратно нейтралом. Что, типа, вот он сдох. Вообще без понятия, короче. Тут как-то эта система работает, переключение группировок. Странно. Для меня. Но в любом случае, я обязан проверить. Сейчас, по идее, переспавниться должен был тайник. Одно или и то же там содержимое, большой вопрос. Но будет смешно, кстати, если из-за этого у меня будет плохая концовка. Из-за того, что он сам помер в аномалии, мне засчитается там какое-то условно плохое действие. Игра такая, ну, все, братанчик. Откисай, как говорится. Ну, понятно, такой наборчик. Опять же, я отгружусь до того, как я подобрал его КПК. Не буду, не буду подбирать. Вдруг все-таки там какой-то скрипт на именно подбирание. То есть подбираешь, игра такая, ага, ты его убил. Как-нибудь так, не знаю, срабатывает. Поэтому не будем подбирать. Кто здесь? Пусть лежит. Мне и в этом костюмчике хорошо. Монолитовский, классный, редкий. Чувствую себя модным. В зоне. Артефактов целой кучи, кстати, можно понабрать. И Сахарову толкнуть. Вот и локация Янтарь. Кто здесь? Семенов Сахаров. Выполненный Янтарь. Да, поругались. Мне один человек рекомендовал следовать в вашем бункере, но что делать дальше, не сообщил. Кто этот человек? Сквалыга из погреба, как говорят сталкеры. Сидорович одним словом. Слышали о таком? Вы, наверное, имеете в виду Михаила Сидоровича. Наставника и воспитателя, можно сказать, отца молодежи на кордоне. Тут Михаил, где горят Степан Сидорович? Короче, везде по-разному. Ветерана зоны и уважаемого человека сталкерского братства. Да, я так и хотел выразиться. А вы, наверное, леченый? Не стану юлить, я, он и есть. В таком случае для вас имеется сообщение. Но чтобы я убедился, что вы тот, за кого себя выдаёте, попрошу назвать имя человека, передавшего вам указания Михаила Сидоровича. Следуйте ко мне в бункер. Его зовут Лис. А чтобы я был уверен, что не ошибся адресом и что вы Сахаров, назовите, пожалуйста, свою фамилию. Люблю веселых и находчивых. В молодости, помню, не участвовал в КВН. Мы тогда были молодые и наивны. Вы говорили о послании Сидоровича, профессор. Вот ваше послание, полученное по каналу связи и записанное моим ассистентом Семёновым. Когда прочтёте, я кое-что поясню. Да, можно будет потом прочитать. Что там в послании? Леченый. Люди, которые ищут тебя, хотели узнать у меня о твоём местонахождении. Но я послал их. А затем был нем как рыба. Они бросили гранату в мой бункер. Подорвали динамитом дверь. Разграбили всё, нажитое непосильным трудом. Куртку кожаную. Две штуки. Два компьютера. Вентиляторы. Телевизоры. Я бежал босиком, держа в руках шлёпанцы ночью под прольённым дождём. Эти дураки не знали, что у меня есть запасной выход прямиком на блокпост. Теперь я на блокпосту. Спасибо военным. Обогрели, напоили. Немножко обобрали. Зато жив. И у вояк есть связь по закрытому каналу с бункером Сахарова. Так что связь будет. Сотрудничай с профессором. Вменяю тебе в обязанность. Жди указаний. Сидорович. Бывший торговец. Ныне бежанец. Ну всё. Остальное в следующей серии. Не забывайте ссылку на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Счастливо. И пока. Давай напоследок скажи. Коронную. Да-да? Давай красавчик.